Быть сокращенной на визе – это тот еще стресс. Когда у тебя всего 60 дней на поиск работы, рынок, мягко говоря, не самый цветущий, а американские компании не жалуют кандидатов без грин-карты или гражданства, да еще и мало американского опыта. Но сегодняшний гость – это доказательство того, что все возможно. Главное – упорство и грамотная выстроенная стратегия. Как фуллстэк-разработчик в США ищет работу? Узнаем в сегодняшнем эпизоде. Не переключайтесь. С вами Анна Наумова, я эксперт по поиску работы в США, и вы на моем канале «Продкаст». Если вам нужно сделать крутое американское резюме, прокачать профиль в LinkedIn или подготовиться к собеседованию международной кампании, заходите на мой веб-сайт annanaumova.com и записывайтесь ко мне на консультации. А еще я открыла запись на свои коучинговые сессии. Поэтому, если вы хотите вырасти в карьере или просто определиться, кто вы и куда вам двигаться по своей карьерной лестнице, также записывайтесь ко мне на коучинговые сессии. Все ссылки к описанию этому видео. Итак, у меня сегодня в гостях Алекс Шевцов, став фуллстэк-софтвер-инженер компании. А сейчас узнаем. Привет, Алекс! Привет, привет! Спасибо большое, что присоединился ко мне сегодня. Рада видеть. Спасибо тебе. Да, рад, рад. Классная рубашка. Спасибо. Ну, стараюсь выдерживать майамский стиль понемножку. Ты в Майами, да? Судя по рубашке. Судя по майке своей, я в Техасе. Судя по моей шляпе, я в Техасе. Классно. Ну, расскажи о себе. Где ты что-то, чем занимаешься? Конечно. Всем привет. Значит, я, ну, наверное, больше 10 лет в разработке. Я из Москвы вообще. И путь свой начинал, наверное, в университете еще. Я учился тогда в Бауманке. Примерно понимал, в какую сторону хочу двигаться. Пока там учился, компания Mail.ru открывала очень классные курсы образовательные дополнительные, технопарк. И я имел счастье там поучиться. Это дало прям вообще отличный такой опыт в ширину, а что вообще на рынке есть и чем вообще можно заниматься. У нас там было все на свете. Там от C++, Java до Product Management и мобильные разработки. И вот после того, как я, наверное, там отучился, я понял, что хочу идти в веб. Поэтому я, скажем так, веб-инженер. Да, ну и карьера моя была разной. И бывший мой коллега. Да, оказалось, что бывший твой коллега. Мы с тобой. В каких годах ты работал в Mail.ru? Ох, давно это было. 2014-й, наверное, тире 2017-й, где-то так. Ну, то есть мы с тобой пересеклись. Хорошее время тогда было. Пересеклись два года, потому что я закончила свою работу в Mail.ru в 2016 году. Вот, то есть мы как бы два года теоретически вместе работали. Но так как Mail.ru – огромная компания, и башня занимает, сколько там, 26 этажей, да, я уже не помню. Я тоже не помню. Кажется, да. Да, можно два года работать и никогда не пересекаться, да. Ну, и никогда не видеть друг друга. Но вот сейчас мы, наконец-то, познакомились спустя 10 лет. Работы вместе. Да, и это тоже, наверное, будет в некоторых моих ответах фигурировать, потому что мир, оказывается, тесен. Он более тесный, чем бы я представлял. И очень много моих коллег, бывших сейчас в Америке, в том числе, мне помогали с поиском. Хотя я никогда бы не подумал, что мы снова так встретимся. Да, есть такое. Да, поэтому обязательно ставьте лайк, если вы помогаете своим коллегам, обязательно это делайте. Ну, и просто ставьте лайк, да. Да, да, мы здесь все, чтобы друг другу помогать и друг друга как бы поднимать и поддерживать. Это на самом деле очень важно. Ну, расскажи, да, вот ты как бы начинал как веб-разработчик. Когда вообще у тебя пришла идея переехать в США? Как это произошло? Расскажи поподробнее про свой такой транзишен из Мэйла в Штаты. Ну, транзишен был не прямо, наверное, из Мэйла в Штаты. Я вот первую треть карьеры был контент-разработчиком, и это были такие BigTech, хорошие, красные российские компании. Mail.ru был, Cyan, я очень многому там научился, с горящими глазами смотрел на умных ребят, пытался впитывать какие-то процессы. Дальше я понял, что очень хочу научиться целиком что-то делать сам, и там по кэнде разобраться, и вообще какие-то продукты своими руками собирать. Поэтому в какой-то момент у меня сорвало крышу, и я побежал в стартап к знакомому, тоже моему хорошему, который меня пригласил. Вот как это называется – сорвало крышу. Да, да, потому что все было очень здорово в Царе, мне так нравилось, я просто со слезами оттуда уходил. Но вот не знаю, хотел, хотел... Огоньку, огоньку, да, такого, адреналинчику, да, не хватало. Да, и поэтому я еще несколько лет в России провел в стартапах, совершенно другой опыт был, там все шляпы на себе переодевал, и пока я подучил, и фолстэком стал, и команду лизил, и потом вообще руководил всем этим делом. И, ну вот, наверное, там какой-то второй потолок для меня случился, когда я понял, что, по самом деле, я могу что-то собрать целиком, и не просто работающую, там, не знаю, техническую систему, а еще и прям команду, которая что-то делает, и процессы. И стало очень интересно делать это на масштабе. И вот, наверное, тогда появилось какое-то следующее желание на международный рынок выйти. И мы пытались это делать и со стартапом, и даже получилось немного, но все равно хотелось в иностранную компанию дальше. Это какой год был? Я жила. Какой год это был? Сейчас, давай вспомню. Наверное, это был где-то 20-й, 22-й, вот те годы. Такой COVID, да? COVID, получается, да? Да, да, вот мы в том числе и через COVID проходили. У меня просто, да, в голове я всегда мысляю некими такими мейлстонами. 20-й год COVID, 22-й год война, там, 23-й год, там, кризис, да? И вот я так смотрю, у меня какие-то есть отметки, как люди двигаются вот как раз в этих вот... А это, пожалуй, действительно монастованы, которые влияли сильно. То есть COVID на рынок очень сильно повлиял. Я в своей работе понял, вот во время COVID, когда я всех выгнал из офиса, я был человеком, который там на панике бегал. И когда мы выстроили работу всю удаленно, и оказалось, что это, может быть, еще более продуктивно, вот основная часть работы, это в том числе дало понимание, что можно работать на любую компанию вообще. И можно сидеть где угодно, и команду свою можно иметь по всему миру. И все это можно организовать. Да. Так когда вот все-таки такой шаг на американскую территорию? Ну, вот, собственно, какой это был год. 20-й, 22-й. Я не знаю, что это было, совпадение или случайность, но мы возвращаемся к прекрасному нетворку и бывшим коллегам. Мой знакомый и хороший коллега из ЦАНа, он устроился в американскую компанию первым. Так получилось, что им нужно было новый продукт строить, хотели команду, хотели новую команду. И вот на меня так вышли, и мы друг другу очень понравились, и я схватился за эту возможность. А ребята хотели, им нужно было, чтобы лид именно был в Майами, рядом с офисом, с стейкхолдерами общаться и так далее, и так далее. И они были готовы помочь с визой, поэтому я снова бросил себя. То есть получается так, что ты был в Москве, да, на тот момент уже? Да, да, я тогда еще был в Москве, когда процесс начался. Ты был в Москве, тебя находит бывший коллега из ЦАН, рекомендует тебя ребятам, которые здесь в США, и говорят, вот есть Алик Шевцов, да, он классный разработчик, берите его 100%. И вот такая компания согласилась, им нужен был человек в Майами, то есть они, грубо говоря, не зная тебя, и ты еще не находился там вообще, ну ты с ними лично никогда не был знаком, даже к ним на собеседование, да, не приходил вот так вот в офис. Они были готовы тебя нанять, еще и перевезти в США, правильно я понимаю? Да, представляешь, вот не знаю, как это случилось. Были времена, были времена, были времена. Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, вот нетворк, да, мы сейчас все говорим про нетворк, насколько он важен. Вот какой близости вот этот нетворк был, да, какой должен быть нетворк, чтобы тебя вот так хорошо порекомендовали? Что это было? Хороший вопрос про близость, на самом деле, потому что у меня, наверное, так получалось, особенно в те годы моей карьеры, что я пахал и, так скажем, наверное, вкладывался осознанно в нетворк я мало. И, наверное, вот этот нетворк весь, который у меня тогда сложился, был от просто классной работы вместе. То есть мы везде, где я там с ребятами сдруживался, нам просто в кайф было делать классные штуки. И мы всегда пытались выйти за какие-то зарамки, просто задач, которые на нас сверху ставили. Мы всегда пытались что-то улучшить вместе. И вот так у нас образовались какие-то тесные связи. В том числе нам всегда было интересно думать о том, что можно было бы вместе запилить такого для этого прекрасного мира. и, мне кажется, много нетворка у меня выросло вот из этого, из какой-то классной совместной деятельности с ребятами. Это супер, да. Вот ты правильно что-то это подчеркнул, потому что нетворк, конечно, классно заниматься, нетворк целенаправленно, но ты никогда не знаешь, где и когда выстрелят. Поэтому ты просто работал, ты просто работал хорошо, ты делал свое дело, ты любил свое дело, ты получал кайф. И вот, собственно, ты построил свой нетворк, вот так вот как бы, такой сайд-эффект, да, можно это назвать. Пожалуй, так. Работа, да, нетворк, который в будущем сыграл тебе хорошую роль. Классно. Да, и здесь, наверное, ну, я не знаю, нужно ли там целенаправленно ставить себе задачу вот со всеми специально дружить, потому что, ну, и не надо со всеми дружить, и не все тебе подходят. Не нужно. Может быть, это достаточно быть, достаточно воспитать какую-то привычку бережно относиться к, вот знаешь, всему, что у тебя есть по ходу твоей карьеры, твоим коллегам классным, интересоваться ими, и так как-то органично сложатся какие-то отношения, какие-то интересы взаимные. Согласна. В каком году ты переехал в США, и что это была за виза? Как только мы вот поняли, что мы договорились насчет моей американской карьеры, я начал делать О1. Значит, ребята знали уже, как это делается, у них был очень хороший адвокат, которого мне посоветовали, и, ну, у меня был такой план подготовки. Мне нужно было собрать ряд материалов, чтобы доказать, что я как бы востребованный, талантливый специалист у себя на родине. Потому что виза талантов О – это виза талантов в разных областях. Они есть там в Science для разработчиков, да, для сантистов и так далее. Они есть в Art и еще каких-то специальностей. Бизнес, спорт, да, там наука. Да, и там разные могут быть критерии к портфолио, разные вещи можно людям собирать. У тебя была какая категория? Science. Science, да, у разработчиков. Интересно, да, потому что я разговариваю с разработчиками, кто-то идет в Science, кто-то идет в бизнес. То есть, видимо, как определит их адвокат, адвокат, при этом одни и те же разработчики, то есть я имею в виду одни и те же тайтлы, например, там, Software Developer. Хорошо. Ну вот, значит, мне объяснили, что виза хорошая несколькими критериями. Во-первых, она ненамертво тебя привязывает к работодателю. У тебя есть какое-то еще пространство для запасных вариантов, если вдруг что. Плюс по этой визе очень хорошие аппрувы, если я не ошибаюсь, 95, что ли, процентов вообще всех кейсов, которые подаются на Ошку, их аппрувят, что здорово. И, ну, и, естественно, мне могли помочь именно с этой визой, поэтому у меня и особо вариантов не было, и я был рад зацепиться за этот вариант. И он казался посильным, потому что материалы, которые нужно было собрать, это статьи технические, которые я на тот момент уже и так хотел писать. Это интервью, которое оказалось несложно, в общем-то, сделать. И это там референсы от прошлых менеджеров и коллег и участие в хакатоне каком-то, как эксперт, как судья. Вот это, наверное, основное работа. И около года я собирал вот это портфолио. То есть я уехал тогда из России в Турцию, работал там уже, сначала я удаленно начал работать на ту компанию и собирал себе кейс под визу. Слушай, супер. Хорошо. Когда ты приехал в США? Вот уже получил все? Приехал в прошлом сентябре. Сентябрь 23-го года, да? Да, да. У меня достаточно долго заняло, кстати, вот с визой. Это можно быстрее сделать. Работы было очень много. Я очень долго это, очень долго все собирал. То есть вообще кажется, что если это прям подойти к этому с максимальным фокусом, то, наверное, за квартал можно все эти материалы собрать и кейс подать. Вот. У меня получился год. Год, да. Ну, у тебя была работа. Главное, что ты подал, главное, что ты сюда приехал. Ты приехал сразу в Майами, да? У тебя здесь офис? Да, да. На тот момент подразумевалось, что прям будет у нас офис в компании в Майами. У них второй офис тут недалеко, в Бокаратон, поэтому... И мои знакомые, и все мои коллеги тоже еще. Там пара ребят сюда переезжала, они все были здесь, поэтому так было проще. Супер. У нас из Бокаратон есть Ирина Калаур, не знаю, знаком ты с ней или нет, которая сделала сама себе грин-карту и Би-Ван, сама, без адвоката. Если вам интересно, ссылочку я тоже приложу. Она тоже, она живет в Бокаратон. Соседка твоя. Хорошо. Куда она находится? Да. Ну, давай перейдем тогда к драме. К драме. Вот сентябрь 2023 года. Ты как бы вот... Сколько прошло? Да, вот чуть больше года. Ой, чуть больше полугода прошло. Почему ты начал искать работу? Что произошло? Да, ну не то, чтобы я хотел ее искать на тот момент. Понимаю. Да, сначала все было великолепно, но компании меняются, меняются в них руководства, принимаются разные решения в них. И так случилось, что в компании, где я работал, начали активно менять весь C-level, всех VP и вообще всю стратегию по компании. И очень стало много... Пришло много ребят из Амазона, и у них другой подход вообще к работе. Я это узнал. То есть там очень распространена модель, когда ты инвестируешь в какие-то направления, и у тебя есть вот команда, да, и ты пробуешь что-то несколько месяцев, что-то где-то не получается, или ты хочешь что-то изменить. Подход такой, что ты просто берешь и команду сносишь, и нанимаешь другую. И у этого есть свои плюсы и минусы, но вот я попал в примерно такую схему, что пришел новый менеджмент, и они начали сильно все перестраивать. И целый ряд команд просто вышли из здания. Это подход Амазона такой. Я слышал о таком от нескольких уже знакомых, которые там много времени работали. Большие компании, в них по-разному может быть. Мы это сами знаем из Mail.ru, очень сильно зависит от бизнес-юнита, от команды. Но вот, да, я с таким столкнулся. И я этого совершенно не ожидал, потому что во всех своих прошлых компаниях никогда такого не было, чтобы, там, не знаю, ключевых ребят или команду, которая тащит, взяли, сняли одним днем без предупреждения. Для меня это был полный шок. И плюс я же как бы еще и на визе, и только недавно приехал, и еще здесь не осел, и подушку там не собрал. Поэтому для меня это было просто как землю из-под ног выбили. То есть ты не чувствовал, да? Вот не было никаких знаков, сигналов тому, что тебя могли бы сократить. Наверное, я мог бы об этом догадаться, если бы больше рефлексировал то, что в компании происходит. но я почему-то до последнего не верил, что это может коснуться именно моей команды, потому что мои ребята тащили вот все ключевые проекты. И мы были там в середине нескольких очень крупных и классных переделок, которые там на долгой дистанции огромную пользу бы бизнесу принесли. Поэтому я не верил. Но я думаю, что я мог бы об этом догадаться, смотря на массивные перестановки сверху. То есть это был главный такой знак для тебя, что что-то идет не так, да? Сносится как раз верхушка. Да, да, да. Они снесли всю вашу команду, они набрали новую или вообще снесли просто это направление? Новую не набирали. Буквально, по-моему, там пару ребят взяли из того, что я знаю. То есть они пытались очень это соптимизировать, то есть это мог быть какой-то, не знаю, подход к тому, чтобы на пианельку повлиять, не знаю, баланс улучшить. Но сейчас еще есть такой тренд, я много об этом слышу, что стараются искать дизайнеров, которые умеют кодить, аналитиков, которые умеют кодить и так далее, и так далее. Пытаются как-то все больше ответственности запихнуть в одну роль. И, по-моему, вот они пошли по такому пути, пытались найти таких людей. Но это очень сложно, потому что таких людей еще мало. Еще и за пределами США, чтобы это было подешевле, да? Да, с этим, кстати, тоже отдельный был интересный инсайт. Я думал, что в этом году, вот в 24-м, уже все поняли, что можно талант пылесосить по всему миру, что можно дешевую разработку нанимать не обязательно в Америке, но сильно по-разному. Вот в процессе того, как я работу искал, не так много компаний fully remote. Очень много компаний вернулись к гибриду, и им там страшно просто отпускать сотрудников непонятно куда. Им нужно, чтобы ты ходил в офис два-три раза в неделю. Это разными причинами объясняют. Иногда, я думаю, это вполне оправданно. Но ситуация такова, что вот такого полноценного ремоута, чтобы можно было легко найти работу за рубежом, его не так много, как я думал. И многие компании, они хотят иметь какой-то core основных ребят, особенно здесь, в Штатах. Да. То есть вот этот вот слух про то, что сейчас всех мы разработчиков американских выгоним и наймем из Индии. Это неправда, да? Это миф. Ну, это частично правда, да. То есть иногда, когда хотят что-то оптимизировать или дешевле разработку нанять, такое случается. При этом обычно менеджеры или лидеры, они все равно из Америки работают. И вот те компании, которые в таком гибридном режиме, у которых есть офисы, они всегда стараются какой-то значительный процент стаффа иметь около этих офисов, нанимать вот в этих регионах. Хорошо. Давай поговорим про твою визу. Ты был на визе ОРГ, которая вообще теоретически привязана к работодателю. Расскажи про это. Как ты решал вопрос со своей визой? Да, значит, вот та первая виза, которую мы делали, там спонсором была компания, она прямо прописана в визе. И если ты работу теряешь, то по правилам у тебя 60 дней, чтобы что-то сделать, чтобы найти нового спонсора, например, и подать новую петицию на новую визу. Адвокат мне подсказала, что есть еще одна вариация этой ОШКИ, агентская, когда твоим спонсором, терапетиционером может быть, на самом деле, не компания, а любой человек в США, там, с гринкой или гражданством. И условия таковы, что тебе нужен вот этот петиционер, кто будет готов за тебя поручиться, и несколько писем о намерениях, так скажем, от компаний, которые хотят твоих услуг. Эти письма о намерения – важный элемент, потому что виза ООО не дает тебе права просто работать на любую компанию. Ты авторизован работать с конкретными компаниями. Вот когда компания у тебя спонсор, ты только с ней работаешь. Когда виза у тебя агентская, вот ты какие письма о намерениях приложил, с этими компаниями ты можешь работать. Вот, поэтому мы сразу выбрали с моим адвокатом стратегию того, что мы делаем агентскую, потому что я не знал, успею ли я найти вообще новый оффер. Вы переделывали, правильно я понимаю, что, да? Сначала тебе была виза под эту компанию, куда ты приехал. Когда тебя сократили, ты пошел обратно к адвокату и сказал, вот такая фигня, что мне делать? И она сказала переделать на агентскую визу, да? Да. Да, то есть мы собрали новую петицию. Если я не ошибаюсь, она как-то брала за основу вот все, что было для прошлой визы, просто теперь изменился мой петиционер. То есть мы докладывали к тому кейсу новые письма о намерениях и другого петиционера. Письма о намерениях должны быть от компаний, которые потенциально могли бы взять себя на работу. Правильно я понимаю? Верно, да. При этом здесь тоже есть хак. То есть вот нужно было три письма собрать, да? И это не обязательно должны быть три оффера, которые ты пойдешь и добудешь на рынке. Это может быть какая-то LLC, не знаю, твоих знакомых, которые могут тебя пригласить поработать. Ты можешь сам свою LLC открыть и попросить какого-то друга быть там якобы менеджером, и тебя, чтобы он пригласил в этой компании работать. То есть можно и так. Агента как ты искал? Ну, здесь было легко. У меня хороший мой друг здесь живет, который, кстати, приезжал в Америку по туристической визе и сам себе сделал ошку. Без адвоката. Да, о, прикольно. Слушай, познакомь, возьму у него интервью. Он очень смелый. Да, он уже с гражданством. А, уже с гражданством. Ладно, тогда не возьму. Слишком давно это было. Как давно было? Да, люблю собирать свежие кейсы, потому что все меняется. Так, значит, письмо о намерениях ты собрал, все подал, да? Ну, у тебя все равно было 60 дней? Или как? Вообще как это? Да. Ну, на самом деле у меня было чуть больше, чем 60 дней, потому что когда вот этот лоёв случился, мне добрый HR-отдел немножко помог, и они меня официально уволили на месяц позже. То есть у меня было аж три месяца. Вот. И я в эти три месяца уложился просто вот. Ну, мы подали в последний, возможно, день с адвокатом петицию. А, я поняла. Вот, то есть все эти три месяца вы занимались как раз новой своей петицией, да? Да. Там не так много работы на саму петицию. Конечно, большую часть времени у меня ушло на сам процесс вспомнить вообще, что я хочу, написать резюме, собеседоваться. А с адвокатом здесь у меня было... Какие были шаги? Я написал еще пару статей, чтобы я продолжал свой трек как бы талантливого специалиста, который вносит какой-то вклад. Я опубликовал еще пару статей и вот собирал эти письма о намерениях. Скажи, пожалуйста, вот поиск работы и работа над визой, это два каких-то параллельных процесса или все-таки они пересекаются? Не очень сейчас понимаю. Если письма о намерениях можно взять из любых вообще компаний, соответственно, агент – это твой друг. Да. Кажется, работа – это вообще отдельный процесс. Пересечение у меня было лишь в какой точке? Я хотел третье письмо о намерениях приложить от компании, где я буду работать, чтобы я мог сразу выйти на работу. Мой запасной план был третье письмо о намерениях тоже какое-то где-то получить от знакомых, просто чтобы продлить визу. И потом можно отдельно еще допником подать какое-то другое еще место работы, получить авторизацию там и начать работу. То есть у тебя был такой план B. План B у тебя был, да? Если ты находишь оффер, то ты прикладываешь это, ну, такое настоящее, да, письмо о намерениях от нормальной компании, в которой ты будешь работать. Если нет, то есть еще компании, которые тебя, ну, типа, хотят нанять. Тогда ты прикладываешь их, чтобы просто продлить визу. Параллельно ища работу, и потом, когда ты найдешь работу, ты допником приложишь еще одно письмо о намерениях от той компании, куда ты собираешься выходить. Да, так выглядел процесс? Да, верно, верно. Супер, супер. Но ты успел, да, вот в эти, сколько, 90 дней, три месяца, в итоге ты нашел компанию, которая дала тебе это нужное письмо о намерениях, да? Да, на последней неделе тоже вот я подписал оффер. Я не представлял, что можно 90 дней искать работу. Оказывается, это здесь минимальный срок. Ага. Ну, может быть, и хорошо, что ты не знал, да, что у тебя не было вот этих вот психологических блоков, что это невозможно, за 90 дней найти работу. Еще и на визе, да, мы сейчас об этом обязательно поговорим, как реагировали рекрутеры на твой визовый вопрос. Расскажи про свои ощущения, вот чувства, да, вот эти вот 60 дней, 90 дней, по-моему, вот дичайшего стресса вообще, да? Вот как, что с тобой происходило на психофизиологическом уровне, психосоматическом, да? Ну, вообще, да, действительно, это было очень стрессово. И я хоть и... Наверное, вот мне очень помогала вера в себя, которую я заработал в стартапе. То есть я... Вот этот лей-офф, он, наверное, не подкосил моей уверенности в себе. И это очень помогло. Потому что я, ну, знал, чего я стою. И я понимал, что этот лей-офф, это не, там, не знаю, свидетельство того, что я плохой сотрудник. И мне даже приходилось с командой очень много об этом говорить, потому что это по всем ударило ребятам. И мы прям созванивались с ребятами несколько раз и, разбирая по косточкам, что это произошло, почему это так, что это не наша вина, что это вот просто случается вот такое. Вот. Это раз. Помимо этого, да, в основном было просто очень страшно, очень стрессово. Мне кажется, я всех достал своими переживаниями, и я никак не мог себя успокоить на самом деле. То есть, и это правда было очень стрессово, потому что я, у меня не было каких-то других вариантов. Вот. Передо мной поставили стену, и мне нужно было ее проламить как-то. Ну, или обойти по-хитрому. Вот. Как я себя пытался поддерживать, ну, из того, что получалось, начал сильно чаще ходить в зал. Пизуха очень помогала чуть-чуть держать менталку. Это хорошо, да. Я надеялась, что ты не скажешь, что ты начал больше употреблять алкоголь или чем-то таким другим заниматься, да? Нет, 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 нет. Да, потому что, да, или больше есть, или еще что-то, да, люди справляются со стрессом по-разному. Кто-то в еду уходит, кто-то в алкоголь, кто-то еще куда-то уходит, да, каждый ищет своих. Кстати, коллеги еще тоже помогли. Вот, опять же, из нетворка, из приятного, из последней компании, откуда лоевнули, так получилось, что с многими ребятами прям хорошие отношения сложились, в том числе с американцами, которые здесь работают. Мы с ними много хороших штук сделали вместе, и когда они узнали, что меня лоевнули, они мне все звонили, писали, говорили, типа, Алекс, вообще не понимаем, как так, типа, ты крут, не переживай. Тоже очень помогло. Это было очень приятно, что люди, которых я вживую здесь не видел еще, которые мы просто, ну, работали вместе, они меня прям так поддержали. Круто. Ну что, давай перейдем к поиску. Расскажи, с чего ты начал? Так, с чего я начал? Ну, наверное, было несколько вопросов, на которые нужно было ответить. Первый, на какую позицию вообще претендовать? У меня была развилка, потому что я на последних двух своих местах работал уже стартапе, техническим директором, здесь таким лид-инженером, который по факту был небольшим руководителем тоже всего, и я несколько лет уже полноценно не писал код, и развилка моя была в сторону идти чисто менеджера, либо продолжать IC-линию. Вот, и это был сложный вопрос, потому что я совершенно не понимал, будут ли меня готовы здесь брать как менеджера, и насколько больше вакансий IC-шных на рынке, чем вакансий менеджера. Вот, это был первый вопрос, который мне пытался разобраться. Давай разбираться, расскажи, что ты выбрал. Значит, я в итоге попробовал и то, и то, но менеджера попробовал меньше, потому что и вакансий на менеджерские позиции я нашел сильно меньше. Было много автоотказов на менеджерские вакансии, когда я подавался, и один из моих коллег тоже меня предупреждал, что может быть сложно, занять с менеджерской вакансией, без опыта менеджером здесь. Ну, и я так вот немного пощупав, мне показалось, что больше шансов сильно у меня, если я пойду по IC-треку, потому что больше вакансий, соответственно, я больше могу статистики набрать, и у IC-линии тоже есть позиции, типа вот, стафф-инженера либо лидер-инженера, где ты не только пишешь код, но ты еще и помогаешь команде, помогаешь устраивать процессы, архитектуру, и как-то лидишь. Для меня это было важно, то есть я не хотел просто писать, просто писать код, хотя это здорово, но вот мне интересно какие-то на уровень выше проблемы решать, которые будут аффектить там то, как продукт выглядит, или то, как вся техническая платформа работает, поэтому я сместился в сторону IC-трека, но с лидершипом. Я искал лид-инженера вакансии, стафф-инженера вакансии, и, ну, где мог, еще там подавался на менеджера, если видел, что, если думал, что у меня есть какой-то шанс дойти до собеседования. Сколько времени у тебя заняло, чтобы осознать, что надо фокусироваться на IC? Да. Наверное, в течение первого месяца я это понял. То есть, я потратил немного времени, чтобы адаптировать свой CV под вакансии менеджера, просто чтобы я мог оплавиться, если я вижу что-то хорошее. А в основном время я тратил дальше на подготовку к техническим собеседованиям, которые есть чаще в IC-линии. Ну да, ты говорил, что ты давно не кодил, да, то есть тебе надо было еще поднатаскать вот эти скиллы, вспомнить, да? Да, вот это вторая была задача моя массивная, после того, как поделиться вообще на что подаваться, вторая моя задача очень сложная была это восстановить знания. То, что здесь много разных собеседований и я их, я даже не помню, когда я в последний раз проходил такое собеседование, ну никогда, и в российских компаниях нет такого большого процесса, по крайней мере, я с ним не сталкивался, и здесь мне требовалось вспомнить, ну не знаю, за 8 лет все, с чем я работал, как ты это делал, расскажи. Куда ты пошел восстанавливать знания? Значит, я, когда я начинал проходить первое собеседование, собственно, у меня появилось понимание, о чем вообще спрашивают. И технически эти раунды, они тоже оказались разными в разных компаниях. Еще одна моя проблема это то, что я фулл стек, где-то был больше упор на бэкэнд, где-то на фронтэнд, и это тоже два целых разных там пласта знаний, которым нужно готовиться. Поэтому в итоге я пытался балансировать, то есть я искал какие-то ресурсы, чтобы повторить там базу по фронтэнду, я ручками поделал несколько, сам себе придумал несколько задач там типичных на бэкэнде, покодил, потом начали попадаться лид-кодные задачи, в общем в итоге было где-то наверное 5 ресурсов, по которым я прям ботал. Это лид-код, это вот классические такие вот фанговские задачки на алгоритмы, на логику. Они классные, но их очень много, и там прям чтобы вот их все заэйсить, лид-кодовское собеседование, нужно прям очень много времени потратить и просто себя натаскать на это, чтобы у тебя в голове были конкретные решения конкретных проблем. Без, так скажем, наработанные руки в лоб рискованно проходить их, можно просто зафейлиться либо во время не уложиться. значит, был лид-код, контент, систем дизайн тоже, это еще одно интервью часто, и это еще целый пласт знаний. Есть пара книжек и пара сайтов, я могу их приложить, потом ссылки поделиться. Там особенность в том, что рассказ в ширину, очень помогает, это более вольный такой раунд, нежели coding challenge, и там тоже есть конкретная тактика, как лучше пройти систем дизайн интервью, можем об этом дальше поговорить. Вот, поэтому мой день примерно выглядел так, я вставал с утра, смотрел свежие вакансии, которые видел на LinkedIn, типа опубликованные вот-вот, куда я еще не оплавился, и они, кстати, каждый день появлялись, потому что рынок просто огромный, это здорово, то есть каждый день я оплавился в какую-то новую пачку компаний, и весь остаток дня я готовился к, ну, в основном к техническим собеседованиям, кодинг-интервью, систем дизайн, что-нибудь по архитектуре, и последний блок еще не технический, он тоже, конечно, важный, и пока я составлял резюме в начале, я параллельно заполнял себе такую прям страничку в Notion сделал, где расписал все свои кейсы, со всех работ собрал какие-то интересные проблемы, о которых можно было поговорить, что обычно есть там один или даже два раунда, посвященные behavioral questions, когда ты фейлился, расскажи о самом крутом проекте, и так далее, и так далее, и вот эти кейсы, они очень помогали, когда под рукой это есть, когда ты знаешь сходу, какой из рукава достать красивый проект, похвастаться, как рассказать о том, не знаю, какие у тебя там, не знаю, слабости, про трудоголизм, например, рассказать, вот, и так далее. То есть, сори, много всего, упорядочивая, значит, резюме кейсы, кодинг-интервью, это лид-код, и дальше в зависимости от вашего направления, там, фронт-энд, бэк-энд или фулл-стэк, все вместе, систем-дизайн, это про архитектуру, про там, облачную инфраструктуру иногда, про обсервабилити, и вот это все надо было впихнуть и каждый день ботать, чтобы закрывать дыры постепенно. Я далеко не все успел заботать, что хотел, то есть, наверное, полгода надо фоном готовиться, чтобы прям спокойно себя ощущать, но хватило, хватило, чтобы вот пройти, наверное, половину технических интервью. Половину я зафейлил, половину прошел. Слушай, да, здесь я, наверное, порекомендую посмотреть интервью с Марией Рубашкиной, она рассказывала, как она готовилась в Мету и в Страву, и она получила два оффера и туда, и туда, она US-разработчик, и как она ботала на Лидкоде, я не знаю, сколько она там, 200 или 300 часов, что ли, потратила, я не помню, что-то там, да, какие-то достаточно большие объемы, поэтому, если вам тоже интересно, как готовятся в такие крупные компании, полгода она, по-моему, готовилась, смотрите интервью, вот ты, ну, ты прям все правильно рассказал. Да, звучит, вот, ее подход звучит очень здраво, если есть возможность заранее начать готовиться, то я думаю, что это очень сильно повышает шансы, потому что процесс достаточно типичен, и если ты наработал там больше этих задач Лидкода, твои шансы пройти техсобес, сильно больше, а это один из самых главных собесов, потому что он либо все зарубит, либо у тебя есть нормальный шанс дальше войти, остальные интервью. Ну, давай, раз мы пошли от обратного, про собесы заговорили, давай, может быть, закончим эту тему, расскажи, пожалуйста, про вообще, как у тебя проходили собеседования, что было, я не знаю, может быть, наиболее для тебя таких запоминающимся, вот если так вот кратко, или самым сложным, я понимаю, как ты готовился, но это именно сами процессы собеседований, что тебе запомнилось больше всего. Хорошо, ну, во-первых, сам процесс, он оказался длительным, то есть в среднем это было 5-7 раундов везде, и нужно быть к этому готовым, что это тоже займет время, и что вас будут спрашивать про широкий спектр вещей. HR-скрининг первоначальный, где нужно четко ответить на то, кратко и четко ответить на то, чем ты занимался, и какие у тебя основные как бы такие values, которые ты можешь принести именно в эту компанию, лучше это понимать, чем блеснуть для конкретной компании, если у них E-com, найди у себя опыт работы с E-column, и так далее. Да. Дальше вот эти технические раунды, challenge, system, design, про них уже немножко сказал, hiring manager interview, это обычно кейсы, плюс какой-то фит, то есть вот там ты рассказываешь про какие-то крутые проекты, которые делал, с какими людьми ты хочешь работать вообще, чем тебе интересно эта вакансия, какие еще были раунды, значит, последние раунды часто про процессы с продуктом бывает, интервью часто, и здесь пожалуй важно показать себя, если ты собеседуешься как разработчик, по-моему, очень важно говорить не в контексте чисто техническом, а в контексте того, какую ценность ты даешь именно продукту и бизнесу. Мне показалось, что вот здесь разработчики, они очень ценны, когда они про бизнес. Не нужно там говорить про фреймворки все, с которыми ты работал, ты должен какой-то вклад приносить на стол, ты должен что-то хорошее сделать для компании, улучшить процессы, не знаю, придумать какую-то фичу классную, заколлаборироваться с продуктами, менеджить ожидания стейк-колдеров и так далее, денег принести, перформанс улучшить. Об этом эти раунды часто, потому что values в компаниях, они часто про то, чтобы там быстро двигаться, и здесь нужно уметь красиво ответить, что быстро это не про в спешке костылей там навалять, а про то, чтобы принимать правильные решения, выставить нормальный процесс принятия этих решений, успевать следить за архитектурой и так далее. Это тоже очень помогало эти раунды пройти, показывать, что ты про системный подход и про бизнес. Ну и плюс culture fit обязательно. Вот я сейчас смотрю на тебя как продукт, глазами продукта смотрю, и ты же всегда оцениваешь, приятно тебе будет с этим человеком работать или нет. Соответственно, да, если бы ты пришел с каким-нибудь сомнением, что продукт это вообще ненужный элемент в организации, конечно, от тебя это бы веяло вот этими мыслями, и с тобой было бы, наверное, неприятно общаться. Тоже очень важно понимать, что если ты общаешься с продуктом, наверное, это важное звено, и надо быть в дружбе с продуктом, продукт друг, а не враг и так далее. Поэтому просто быть приятным собеседником. И что понимать, что мы все в одной лодке гребем по направлению какой-то единой цели бизнеса, нет задачи там палки в колеса друг к другу вставлять, да? Да, да. Тем более, как сейчас рынок трансформируется с всеми там яями, кажется, что двигается все в сторону там маленьких команд, которые такие упакованные целиком, где есть продукт, тех там и так далее, и как раз вот синергия между продуктом, инженеркой, дизайном, она и будет рождать классные продукты. И есть тому примеры классные на рынке, там, не знаю, Linear, Airbnb, по-моему, такого подхода придерживались очень долго, когда фокус был на том, чтобы вот были интегрированные юниты, и решение принималось там не каким-то отдельным продуктом, а чтобы это было решение принято вместе, дизайном, продуктом, инженеркой. Мы это пытались в том числе выстроить вот в компании американской, получилось, было офигенно вообще, все так быстро двигается, вот это там скорость рождается. Да, я работала в маленьких командах, я действительно очень люблю именно такой подход, dedicated team, вот, круто. и завершая про процесс собеседований, вот, наверное, важно сказать еще про последний самый этап, иногда бывает доп-раунд там с VP или C-level, но тут я интересно, ничего не расскажу, но еще один важный этап, через который я прошел, это референсы, после того, когда же ты прошел все раунды, вот у меня просили референсы, и их просили с последнего места работы, и просили с менеджеров надо мной, и какой здесь важный момент, опять же, хорошие отношения, мне очень помогло, что у меня были готовы порекомендовать там CTO, CPO и CDO, и второй момент, это что им анкету отправили на вопросов, я не знаю, 15 или 18, и их тоже спрашивали про причины Лайофа, их спрашивали про то, что я делал, и это должно, естественно, пересекаться с тем, что вы рассказываете в своих кейсах в рамках интервью, то есть не стоит придумывать чего-то прям совсем того, чего не было, то, что это может скрыться, когда будут спрашивать ваши референсы. Вот это круто, у меня как раз совсем недавно вышел эпизод про ложь в резюме и на собеседованиях, с полиграфологом я общалась, который проверяет кандидатов на полиграфе, врут или нет, да, вот еще один способ проверить вас, действительно, кросс-референс, если вы получите оффер, и вы наврали в своем резюме или в своих ответах, и если это вскроется как раз через вот этот кросс-опрос, который проводится с вашими бывшими менеджерами, да, будет обидно потерять этот оффер, будет реально обидно, обидно, да, да. И вы даже сами себя можете подставить, на самом деле, что вот из-за того, что раундов много, иногда ты про одну и ту же штуку можешь захотеть рассказать, до и после, и прошло уже две недели, и ты уже можешь забыть, о чем ты говорил в прошлый раз, они это все записывали. А люди потом рейтинг делают, да, и когда они расходятся, начинают вопросы. Да, поэтому лучше не врать, но если вы уж врете, то врите с умом, врите с умом, да, записывайте, записывайте, что вы врете, да, чтобы потом об этом не забыть. Хорошо, расскажи, вот что было самым сложным в прохождении собеседований? Вообще, почему ты заваливал собеседование? Из сложного, наверное, две штуки я назову. Первая, может быть, не знаю, что из этого было сложнее, обе штуки были очень сложные. Значит, первое это было добраться до собеседования. Моя воронка, поделюсь позже, она вылет ужасно, потому что я оплавился вот столько компаний, там, не знаю, сколько у меня было, 60 или 80, а вообще дошло до первого разговора, ну, немножко совсем, процентов, наверное, 8. Уже неплохо, уже неплохо, да, при средней конверсии в 3%, да, 8% кажется, как даже выше, выше среднего. Ну, или я посчитал неправильно. Но в любом случае, да, ты получаешь больше отказов или молчания, чем положительный фидбэк. Здесь я с тобой соглашусь, и к этому надо быть готовым. В целом, вообще, американский рынок, он всегда был такой сложный, но сейчас он еще более сложный, поэтому те, кто приезжает сюда из Восточной Европы и привык, что за ним бегают хэдхантеры, тут, конечно, такого не будет. Ну, по крайней мере, не будет в первые годы вашей жизни в эмиграции в США. Да, да, то есть тут надо сразу понимать, что это задача такая, где нужно брать статистикой, что нужно будет много оплаев, что не стоит полагаться на два варианта, которые вам больше всего нравятся, плюс, ну, рынок сейчас действительно в интересном состоянии, много писали о том, что вот это лето было вообще интересным каким-то по тому, какой был шквал оплаев, плюс еще кризис, и я не знаю, как это дальше на рынок будет влиять, плюс еще есть чат GPT прекрасный, и в итоге на все вакансии, которые публикуются, вчера, сегодня уже там тысячу аппликантов, и ты приходишь туда со своим прекрасным резюме, оплавишься и становишься в очередь тысячу первым, и никогда до тебя твой рекрутер не дойдет, даже если тебя автоматом АТС-ка не отклонило по ключевым словам, то есть это вообще очень сложное такое сито. Но все-таки собеседование, собеседование, да, вот ты попал, давай возьмем там, что ты попал на собеседование, что было самым сложным в процессе прохождения собеседований? Да, ну для меня, наверное, кодинг-интервьюс, потому что они были разными, потому что у меня было очень мало времени на подготовку, и я, мне тупо попадались иногда задачи, которые я там уже сам не делал пять лет как, и я тупил. Вот. Ты заваливал, или ты как-то сумел выкрутиться? Ну, половину я прям завалил, я, конечно, там что-то делал, но это было медленно, и если бы я был готов, я бы это сделал намного лучше, то есть это сразу было видно, что мне сложно за час написать красивое решение. Угу. Вот. Типы заданий тоже попадались разные, то есть где-то это было, не знаю, там написать какой-нибудь генератор форм на реакции, потому что вот у них много всяких формочек в продукте, где-то это было ревью, пул реквеста большого, и они ожидали совсем другого инпута, там, ширину комментариев, быстрого ревью от тебя, каких-то конкретных предложений, как код улучшить. Где-то вообще меня попросили за что-то 45 минут фулл стэк приложение написать целиком, и бэкэнд, и фронтэнд, и архитектуру там рассказать. Не знаю, как я мог бы это успеть. Наверное, прямо до собеседования мне надо было сделать такое приложение. Угу. Совершенно разные были фейлы, вот. А те раунды, что получились, там где-то я угадал примерно, о чем будет задача. То есть я знал, что в продукте есть там много фокуса на бронирование каких-нибудь услуг, и я подумал, наверное, могут спросить, не знаю, что-нибудь про как найти свободное время в календаре, чтобы там забронировать услугу. Примерно подобную задачу решил, пришел, она мне попалась, доисел. Вообще приятно. Вот. Потом даже такая задача второй раз где-то в другом месте попалась. Кроме этого, у меня не было, наверное, таких прям сильных сложностей, потому что кейсы, собранные очень помогали с behavioral интервью. Я люблю и вот всегда помогал с процессами и продуктам, поэтому находился как-то коннект с продуктами. ну вот, наверное, еще с систем дизайном я завалил пару первых интервью на систем дизайн, потому что не был готов к структурированному ответу. Там очень широко можно разойтись и нужно канву для себя иметь, прям готовую. И сразу, даже до разговора, понимать, о чем ты будешь говорить. Потому что на системе дизайна обычно тебе представляют какую-то проблему конкретную для решения, но в своем ответе ты можешь много чего рассказать. Ты можешь и дать понять, что ты знаешь, как там, не знаю, инфраструктуру в облаке правильную выстроить и какие там метрики, мониторинги вообще должны быть перед тем, как решения архитектурные принимать и так далее, и так далее. То есть тут можно себе очень сильно помочь и по конве прям пройтись и добавить себе много плюсов. Ну, в любом случае, как бы, да, вот, казалось, что тебе просто не хватило времени на подготовку, так как это все было очень неожиданно, и ты, как сам сказал, что ты давно не кодил, фактически ты с нуля, да, поднимал свою вазу в какой-то очень дико короткий срок, находясь на стрессе, еще параллельно делая кучу других задач, потому что, помимо кодинг-интервью, тебе надо было еще и бехеверал, и вот вообще кучу всего еще дополнительно делать, делать свои кейсы и визу, и кучу всего. Да, да, поэтому я, вот, может быть, еще один совет, или просто мой хак, из-за того, что так много всего, я пытался себе помочь конкретному собеседованию, и несколько вещей делал. То есть, вот я смотрел на суть компании, это давало иногда подсказку о том, какого типа задачи будут, какого типа вопросов ожидать. На какие-то вопросы, часто встречающиеся, но сложные, я просто себе писал подсказочки на стикерах прям, клеил себе на монитор, там не знаю, как Event Loop в браузере работает, у меня вот это висело, мне уже было спокойней, потому что некоторые штуки сложно запомнить, когда информации так много, канву ответа для систем дизайна я тоже себе выписал таким чек-листом, прикрепил стикер, помогало. А покажи, покажи, да, ты мне прислал несколько ссылочек интересных, первое, это на твой кейс, который ты как раз показывал, если ты сможешь пошарить экраны показать, и твои стикеры тоже, мне кажется, будет интересно их посмотреть, если ты пошаришь фотографии на экран, чтобы мне все видели. Да, да, значит, под кейсы и, про кейсы и про портфолио, кстати, почти в каждом, почти в каждой форме, где ты оплаиваешься, там есть там ваш веб-сайт или портфолио, поскольку у меня не было много времени там свой красивый сайт сделать, я сделал очень по-простому, я пошел в Notion и накидал там страничку. Еще я купил себе домен, вот такой вот, чтобы он был коротенький, и просто настроил редирект, чтобы он в этот Notion и я здесь постарался очень подробно описать опыт работы в моих местах, например, прям видосы записал, выложил на YouTube, чтобы они были доступны по ссылке, и когда меня спрашивали о каком-то крутом проекте, я прям включал эти видосы, и это давало очень хороший эффект, потому что когда люди видели, что ты делал вот эту штуку, она работает, она выглядит классно, я прям видел, как это добавляло положительной реакции. Рекомендую вложиться в портфолио, это вам и соберет кейсы для ответов, и будет что показать, и помимо ваших ответов словами, будет что визуально предложить людям. Я помню, когда участвовал в собеседованиях в Тирилбанке, я ходил на несколько собеседований продуктов и дизайнеров, и мне очень понравилось, когда ребята приходили прям с презентациями, и ты их спрашиваешь, ну, расскажи про себя кратко, и тебя прям по слайдам проводили, и там и картинки, и ключевые слова, и это настолько хорошо упаковывает информацию тебе в голову. Думаю, что это должно работать и для разработчиков. Может быть, это будет особенно отвечать разработчиков, потому что они часто такие, больше про, не знаю, может быть, суть, нежели презентацию, или у них просто хромает эта презентация, это может вас очень хорошо выделить, если вы креативно подадите свои достижения. сто процентов, да, здесь опять же-таки рекламирую видео, которое мы записали с Ксенией Романовой, и Ксения Романова это бизнес-аналитик из Великобритании, и она тоже рассказывала про важность презентации для показа своих кейсов, она прям рассказывала, показывала кейс, насколько вообще менялось мнение нанимающего менеджера и интервьюеров, когда она начинала показывать свои презентации, свои кейсы, вот, поэтому тоже очень важно, это круто, что это работает как и для продукт-менеджеров, дизайнеров, бизнес-аналитиков, так и для разработчиков в том числе. Мне кажется, вот это то, что тебя действительно выделяло, потому что я редко когда слышу, что разработчики в принципе заморачиваются тем, что показывают свои портфолио. Да, есть страничка на GitHub, есть там еще там что-то, да, какие-то open-source проекты, но вот так, чтобы прямо вот портфолио Notion создали, сделали такое, такое, ну, нечасто вижу, так что это очень... При том, что это все равно нужно, потому что тебе нужны кейсы в CV, тебе нужны они для ответов на вопросы, всю эту информацию ты просто красиво излагаешь, и вот у тебя готов портфолио. Хорошо. Давай, наверное, последний вопрос про собеседование я тебе задам, и пойдем в отклики резюме, у нас сегодня такое обратное, reverse, последовательность. Расскажи, пожалуйста, про разговор с рекрутером и о том, как ты обходил визовый вопрос, нужно ли вам спонсорство визы, потому что на тот момент тебе как бы спонсорство не нужно было, но тебе нужно было получить от них письмо о намерении и просто сказать, что у тебя вот этот вот O1 виза, что на самом деле тоже, ну, не для всех может быть очевидно. Это не грин-карта, это не гражданство. Расскажи, пожалуйста, про это. Да, конечно. Во-первых, я увидел, что разного размера компании, они по-разному могут реагировать на визу. У больших компаний, скорее всего, все уже отлажено, и они сами знают, как эти O2 делать, и для них это вообще не проблема, если вы для них ценный кандидат. То есть я встречал от крупных ребят, там, не знаю, Риблинг, например, они говорили, да, у тебя O2 замечательно, но мы тебе поможем любую другую визу сделать, вообще не парься, проходи интервью. Среднего размера компании были, ну, разные вопросы. Кто-то вообще не знал и не сталкивался с таким, потому что не так часто, как, не знаю, H1B. Кто-то спрашивал, типа, что от нас требуется, да, и у меня был ответ, который мне, в том числе, адвокат помогала, помогла составить, и ответ несложный, на самом деле, для вот этой агентской Ошки, от компании требуется всего лишь письмо о намерениях, поэтому я говорил, что вот у меня есть виза, я, единственное мое ограничение по ней, что у меня есть ограниченное количество времени на интервью, поэтому в идеале нам с вами не растягивать это на месяц, и я бы хотел пройти с вами интервью там за пару недель по возможности. На это не обижались, этому в целом рады, потому что это воспринимают как там ваше желание с такой компанией скорее пройти собеседование и начать работать. Да, то есть, в общем, я говорил, что у меня есть вот эта виза, что я оформляю агентскую, что от компании я вообще могу ничего не просить, просто оффер и там письмо о намерениях, и я себе сам визу продлю и буду авторизован на них работать. Да, то есть, вот два момента, что мне от них ничего не нужно, что я сам сделаю так, что я буду авторизован на них работать. Все. То есть, никаких там отказов по поводу визы или каких-то странных взглядов со стороны рекрутеров, нанимающих менеджеров вот по поводу твоей визы ты не замечал. Правильно я понимаю? Да, я с таким не столкнулся. Может быть, это все ушло в этап воронки автоматический отказ до первого разговора, но со всеми, с кем я начинал говорить, это не было проблемой. А что ты писал в этой формочке, где are you fully authorized for any employer, да, или do you need a sponsorship like in the future? Что ты там писал? Да, ну, я писал, что я legally authorized, что sponsorship мне не нужен. Мне не нужен. Ага. Я, ну, просто потому, что я думал, что так словлю меньше автоматических отказов. Ну, то есть, в принципе, получается, что тебя по этому вопросы вообще не отсеивали, но когда спрашивали про визу, ты рассказывал про О, да, и вот. Да, я пытался это подать как преимущество, то есть, я говорил, смотрите, у меня крутая виза, я вообще специалист, у меня классный опыт, меня сюда позвали, потому что я вот такой хороший, я эту визу себе сейчас сам переоформлю, от вас ничего не требуется, давайте проходить собеседование. Вот это классно, кстати, что ты подошел к этому с позиции силы. Ты не стал в позицию того, что вот у меня виза, да, вот нужно от вас спонсорство, письмо, а ты наоборот сказал, я крутой, у меня виза, меня вообще сюда пригласили просто потому, что я очень крутой специалист, я круче многих ваших, наверное, кандидатов, которые здесь на грин-картах и на гражданстве сидят. Хватайте меня, да, пока я здесь. Да, да, я говорил, вот у меня там, смотрите, публикации, статьи, я себе на Линкдине специально там еще пост делал, я когда статьи эти все на хакерну написал, какой-то рейтинг там занимал среди топ-программеров, рейтерс, сразу скриншот, Линкдин, лайки, все, можно этим хвастаться. Супер, на самом деле классный совет тем, кто переживает по поводу своего визового статуса, также ребят, которые сюда на политическом убежище приезжают, и UFU, тоже сталкиваются с тем, что рекрутеры не очень понимают, что это такое, как, что с этим делать, для них это большие риски. Вот, видимо, надо продавать себя с позиции силы, опять же, такие, что ты крутой специалист, и пока ты здесь, пока ты в США, ты готов на них работать, ты готов приносить им вэлью, и, в общем, ничего страшного, с визой нету. Да, но скромность точно не поможет. Да, здесь презентовать себя, это половина дела, наверное. Это да, 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 разработчикам, на самом деле, я сталкиваюсь с тем, что им это очень сложно делать, сложно делать, да, да. Ну, хорошо, давай тогда вернемся к истокам, да, давай пойдем поговорим с тобой про поиск вакансий, и вообще, как ты откликался, где ты искал позиции, расскажи, пожалуйста, про это. Несколько ресурсов. Самое первое, что я начал, может быть, зря, я начал вспоминать все самые классные компании, смотреть их careers, туда оплаяться, то есть там всякие Figma, Notion, Gleaner, везде я сходил, везде заоплаялся, везде получил автоотказы, где-то быстро, где-то медленно, вот, потом, как только у меня сложился CV, я оформил LinkedIn лучше, то есть я перенес красиво сформулированные кейсы и опыт работы в LinkedIn, добавил там картиночек, выставил статус, что я open to work, но без бейджа, то есть у меня была плашка в профиле, что я open to work, по-моему, мне LinkedIn сказал, что это помогает рекрутерам меня находить, может быть, это чуть-чуть меня поднимает в рэнкинге, не знаю. Ты имеешь в виду скрытый статус open to work? Да, там есть возможность что-то типа того. Поставить открытые зелененькие, когда тебя видит вся твоя сеть знакомств, и есть скрытые, когда тебя видят только рекрутеры на определенном рекрутерском LinkedIn-плане, да, вот. Да, наверное, я так сделал, то есть у меня висела под профилем такая небольшая синяя плашка, там написано роли, на которые я как бы готов. У меня не было open to work. Про open to work я слышал абсолютно разные мнения, может быть, абсолютно нормальные его вешать, просто попробовал так, не было аргументации. Вот. Как только я настроил LinkedIn, это помогло с рекомендациями работ на самом LinkedIn. Очень много вакансий, я там нашел просто в разделе jobs. И туда я заходил каждый день и смотрел, что нового. Я много там находил вакансий, которые, типа, появились вчера, и где еще было мало applicants, оплавился туда, пытаясь попасть в топ их воронки. Кроме этого, есть еще у Y-комбинатора классный ресурс, называется work at startup. там обитают все их стартапы, которые у них акселерируются, там можно заполнить тоже свой профиль, тебя будут находить. Меня там несколько компаний нашли, с двумя из них дошло до середины процесса интервью. Дальше я их завалил, но могло бы дойти и дальше. Значит, work at startup. Также у Hacker News, по-моему, Jobs секция, туда тоже много компаний выкладывают, что они кого-то ищут. Туда смотрел. Еще WellFound есть ресурс, он тоже дал мне несколько классных скажем, дорожек к интервью. То есть несколько компаний мне там написало и прямо дошло до интервью. Они сами меня нашли. Чем-то похож на work at startup. Ты тоже заполняешь свой профиль, отвечаешь на вопросы. Некоторые из них, кстати, классные. Я бы их вообще в большее количество формочек засунул. Что-то о твоих предпочтениях относительно процессов, какими вещами тебе интересно заниматься. Классный такой пре-мэчинг. Вот. То есть LinkedIn, WellFound, Work at Startup, Hacker News. Hacker News, да. И еще один канал я смотрел на своих бывших коллег. То есть я смотрел, кто где сейчас работает и нашел много ребят, которые сейчас либо в Европе где-нибудь руководят какими-то стартапами или компаниями. Им писал, с ними разговаривал, и действительно у них были позиции под меня, только подходящие прям со всех не нашлось. Также в Америке очень много моих коллег оказалось сейчас здесь, особенно из Mail.ru. У некоторых даже были вакансии. Замечательно. Надо использовать этот. Супер, да. Еще один пример, как хорошо использовать, эффективно использовать свой network, особенно в LinkedIn. Зашел, отфильтровал. Да, я прям вот открывал свой network и по всем людям проходился, смотрел, кто сейчас где, кто где работает, а кому можно было написать. Да. Супер. Ну вот раз мы заговорили про LinkedIn, какую вообще роль LinkedIn сыграл в поиске. Помимо того, что ты заполнил профиль и начал получать рекомендации по вакансиям от LinkedIn, как еще тебе помогал LinkedIn в поиске работы? Ну и network? Писали ли тебе рекрутеры входящие, были ли от рекрутеров у тебя? Были, были, но не так много. и буквально парой было интересных каких-то предложений. Были какие-то предложения по вообще позициям, которые не совсем даже с моим стеком пересекаются. Рекрутеры, им часто сложно найти в холодную программистов, я это замечал часто. Тоже далеко не у всех получается настроить фильтры, может быть, или так парсить сложно написанные профили разработчиков, где одни технические термины, но писали, тем не менее. Да, то есть писали мне, я очень активно использовал LinkedIn, когда апплайался на вакансии, смотря на профили компаний. Вот важный момент с этими холодными апплаями и с стратегией, лучше всего работают референсы, особенно когда по тысяче applications на каждую позицию, референс это ваш шанс попасть в топ воронки и дойти до первого разговора с интервьюером. Поэтому в какой-то момент я вообще почти перестал в холодную апплаяться, особенно в большие компании, и если я видел хорошую вакансию в Reddit, я шел в LinkedIn, искал какого-нибудь либо парня из России, либо парня из компании, где я раньше работал, то сейчас может быть в Reddit, коннектился, задавал вопросы, а как тебе работается, расскажи, а можешь ли ты меня пореферить, потому что иначе сейчас не пробиться. Почти все люди, к которым я обратился с таким вопросом либо с просьбой, все мне помогли, все были готовы дать референс. И у меня прямо был кейс с Reddit, например, я оплавился в холодную, получил автоотказ, потом нашел парня, который откликнулся и был готов меня зареферить, он меня зареферил, но мне опять пришел отказ, потому что часто тот же имейл, видимо, меня автоматом АТС уже имело не в том списке, и так и не дошли до меня. То есть я потерял, наверное, шанс добраться до интервью. Из-за того, что посуетился. надо было сразу референс искать. Я бы сразу нашел каких-то ребят, которые могли меня порекомендовать. Как будто это повышает конверсию в разы до первого разговора. Если вы уже откликнулись на вакансию и потом нашли референс, можно просто немножко поменять какие-то данные, например, поменять имейл, какие-то параметры, флажки, по которым вас могут матчить, например, имя, фамилия, ты можешь Алекс как шеф у тебя было вместо Алекс Шевцов. Можешь что-то заменить, как-то в другом написать свой телефон, может быть, еще что-то. Можно вторую симку купить, поменять имейл свой, каким-то образом дифференцировать себя от того кандидата, который уже заплавился самостоятельно. Потому что, да, действительно, если ты уже там, ты уже в базе, у тебя уже есть красный флаг, что у тебя был reject, и поэтому должен пройти какой-то определенный фриз. В каждой компании по-разному от шести месяцев до года, через сколько тебя могут еще раз рассматривать. Да, то есть, значит, возвращаясь к LinkedIn, искал людей, которые могут пореферить, иногда писали рекрутеры мне. Третье, это вот рекомендации, их рекомендации LinkedIn работ. оттуда, пожалуй, я очень-очень много просто компаний открыл для себя, куда мне будет интересно заплавиться. Каждый день этот список обновлялся, и я каждый день удивлялся тому, насколько много здесь компаний и вакансий. Почти всю свою воронку вот я вырастил, наверное, из рекомендаций LinkedIn. Я брал оттуда компании, смотрел дополнительно их там открытые позиции, оплавился. Супер, супер. Давай поговорим про резюме, как трансформировалось твое резюме, и если можешь, покажи, что было до, что было против, ой, против, после. То, что было до, оно было против меня, я думаю. То и против, за и после, да? Да, сейчас пошарю. Так, значит, вот так выглядело то, что я накидал сам сразу после, сразу после выеха. Фоточка, фоточка вижу. Фоточка, которая не нужна, как оказалось. Да, да, да. Да, значит, я тут много залистил всех своих работ. Очень это было, скажем так, раздут по размеру, то есть, тут было несколько страниц, очень объемный у меня был блок со скиллами, с этими. То есть, вот, я начал с трех страниц, с каких-то ссылок. Кейсы тут были не очень красивые у меня все в этих компаниях. Некоторые из них были очень такими техническими, они не говорили про бизнес-вэлью, они скорее разработчику были бы понятны. Вот. Ну, на это севи, мне кажется, я ни одного не получил ответа. Вот. Видимо, как рекрутеры или отэски видели фотографию сразу-таки. Да, возможно. Иммигрант, иммигрант. Иммигрант из Восточной Европы. Это было забавно, потому что я, когда собеседовал ребят в России, мне, наоборот, приятно было видеть фотографию, видеть человека, видеть, что он улыбается особенно. Но вот здесь другой совсем порядок, и надо к нему адаптироваться. Своими правилами бесполезно заходить. Да, да. Ага. Значит, да, это к тому, это то, к чему я пришел в итоге. Своё севи, моё севи, наверное, прошло несколько вариантов прям почти полной переписи и полировки. Я показывал его другим людям. Я даже пользовался услугами резюме райтера, который мне дал много советов хороших о структуре и формате. В итоге что я изменил из основного? Добавились новые блоки здесь. Professional Summary очень важный блок. Я много времени над ним потратил. Раз пять переписывал, пытался сжать и донести какие-то основные ценности, чтобы было видно там опыт, чтобы было видно, что компании стоили каких-то денег хороших, где я работал, и чтобы какие-то ценности доносились кратко. То есть тут ничего нет про мой стэк. Здесь написано, что у меня большой опыт, что я работал в хороших компаниях и что мне там важна культура. И вот этот блок Key Qualifications тоже мне очень понравился. Я не знаю, конечно, насколько он действует, но это такая краткая выжимка его, твоего опыта. Поскольку у рекрутера там шесть секунд взглянуть на твой опыт, я постарался здесь описать, что с разных сторон есть какие-то там достижения с архитектуры, с лидершипа, с, не знаю, фронтенда UI UX. Тоже много времени ушло просто, чтобы это вот так сжать до каких-то там пяти основных штук, которые в две строчки можно уложить и похвастаться ими. Что еще здесь могу рассказать? Поскольку компании у меня все, кроме последних, были не американские, я добавлял сносочки такие. А что это вообще такое? То есть про Mail.ru я писал Evaluation, что это очень большая компания, что это Russian Technology Giant, потому что никто же не знает здесь, что такое новое. Это никакой карве вам не добавит. Про там Cyan тоже, да. То есть вот такие предписки, что это Russian Zill, сразу понятно, о чем речь. Без этого это вообще никому неизвестная история. Я тоже всем всегда говорила, что я работала в Russian Facebook, чтобы было понятно, где я работала. Слушай, отлично, отлично, интересно. Скажи, пожалуйста, по конверсиям. Какая конверсия была с этого резюме? По конверсиям. Сейчас давай я покажу мою воронку. Секунду. Тут как раз в Notion графике завезли. Я вот сделал вчера график. Класс. Да, значит, у меня табличка была, где я менеджал все компании. Можешь чуть-чуть увеличить. Да, плохо видно. Это очень мелко. да. Так лучше? Ну, еще чуть-чуть, чтобы прям давать. Ага. Ну вот, что здесь в числах. Это такая воронка сверху вниз. Значит, это какие-то компании, куда я не успел написать, куда я подготовился и был готов написать. Вот они автореджекты, либо компании, где мне не ответили. вот это 41 компания. Наверное, самих позиций больше, потому что в компании, где было несколько интересных вакансий, я там несколько подавался. Около 50 должно быть здесь. Ну вот, и давай считать. Здесь получается у нас там 40-50 автореджектов. из них вот три было успешно пройденных, четыре зафейлено, одна мне не понравилась. Получается, что каждый пятый. Ну то есть, да, из 55 получается компании, которые тебе ответили, да, вот если угрубляя. 10% конверсия. Ну да. 10% конверсия. Это так. Слушай, неплохая конверсия, на самом деле, потому что, ну, что средняя конверсия вообще, ну вот так, общая, да, средняя по больнице это 3%, 10% это очень-очень неплохо. Но, наверное, здесь все-таки сыграло роль то, что ты старался оплавиться, во-первых, через рефералы, да, правильно я понимаю, что это рефералы, и быть первой среди кандидатов. То есть, ты прям отслеживал, да, вот. Да, стараться подаваться скоро, находить рефералов или просить своих коллег, если есть в Америке, кто где-то работал, попросить тебя просто зареферить в их прошлой компании. Ну, либо писали мне, вот, на Велфаунде, на Work at Startup, просто профиль заполнила, но на меня сработало. И, кстати, нет в этой воронке, те, кто сами ко мне пришли, здесь только то, что я подавался. Ты сам, да. Да, как-то так. Прикольно. Ну, вот расскажи про оффер, как ты подался в эту компанию, расскажи, пожалуйста, какая у тебя была pipeline компании с оффером. Пайплайн компании с оффером, ну, там было семь интервью, это уложилось, наверное, где-то в месяц. Повезло там с техническим интервью, вот как раз была задача, к которой я был готов. Это позволило сразу хорошее впечатление произвести, такое задел сделать. В целом, там как-то все срослось. И ребята очень приятные попались. А, извини, с чего-то начать надо было. это получилось, потому что я нашел референс на Линкдине. В этой компании нашелся единственный человек, я не помню, был он из России или нет, по-моему, в Польше жил. Какое-то у нас было с ним пересечение. В общем, я с ним связался и спросил про компанию. Мне действительно было интересно вообще, какие процессы. Я попросил его чуть-чуть рассказать. Мы созвонились, поговорили на выходных, он там оказался инжиниринг-менеджером, и он меня зареферил. Я думаю, что без этого я бы даже не дошел до собеседования в той компании. Дальше вот этот процесс из семи раундов. Я также ощущал помощь HR-ок хорошую. Она мне перед каждым раундом примерно подсказывала, чего ожидать. И я, собственно, ее спрашивал, а какого типа задачу ожидать на техсобесе, а о чем меня примерно могут спрашивать там на values интервью. Она мне даже сама рассказала их values. Они там прятали со своего сайта эти values. Она говорит, я не знаю, зачем мы это спрятали, давай вот я тебе помогу и расскажу, какие у нас values, подготовь, пожалуйста, под них кейсы. Ну, замечательно, очень помогло. Вот. Когда дошло до оффера, тоже немножко она мне помогла, наверное, с тем, чтобы торговаться. Я вот не умею торговаться. И я... Расскажи, расскажи про торги. Изначально... Как еще и чары помогают торговаться за оффера. Да. Как же так-то? Чудо, чудо. Да, да, да. Изначально я всегда какой-то range называл, такой, ну, адекватный более-менее, где и мне было окей, и чтобы входило, естественно, range, который указан в вакансии. Потому что иначе рекрутер может сказать, ну, у тебя ожидания вообще не подходящие к нашим, и не будем разговаривать. Range оставляет пространство для маневра. Ты можешь плохо пройти собеседование или очень хорошо пройти собеседование и попросить там больше. Вот. Поэтому, когда мы добрались до оффера, и я получил вопрос, а сколько ты конкретно хочешь, я прямо сказал, что, ну, не знаю, что вот у меня есть мой range, и я спросил, а как на ее взгляд вообще могу ли я претендовать на верхнюю планку этого range, который у них указан в job description. И получил честный ответ, что, скорее всего, да. И, собственно, вот она мне помогла дерзнуть и попросить верхнюю планку их range. И примерно так получилось. Мне там чуть-чуть меньше мне предложили в итоге, но меня это устраивало. как она тебе помогла, расскажи. Ну, вот, честно ответив, что я могу просить по верхней планке. Вот как-то так, не знаю. у кого ты просил в итоге? У нее же самой просила у HR? Да, прям у HR. Она меня ввела через все интервью, и мы с ней несколько раз в вот этих процессах симкались, то есть после технических раундов мы созвонились, она дала фидбэк, предупредила, чего ожидать на следующих раундах. И так еще было несколько раз. То есть она прям подсказывала, к чему подготовиться. И подсказки были очень полезные. То есть я прям обращал внимание, делал заготовки, приходил с какими-то конкретными штуками для подачи. И точно так же с моментом вот оффера. Я старался быть честным со своей стороны, то есть я ей говорил, что вот у меня там время ограничено, там у меня в конце еще появился оффер от другой компании. Я прям ей вот все рассказывал, говорю, слушай, вот у меня оффер, мне нужно за неделю принять решение. Вы мне очень интересны, потому что вот классные ребята, мне понравились ваши процессы и так далее, и так далее. Я еще объяснял, чем мне понравилась их компания, чтобы они понимали мой интерес. И мне кажется, я этим немного заработал у нее какое-то доверие и готовность в том числе мне помочь. Прикольно, интересно. Мне почему-то кажется, что ты бы мог еще больше попросить, даже выше этой планки. Я просто как раз помогаю ребятам с торгами, я помогаю, потому что вот как раз ко мне приходят ребята типа тебя и говорят, я не умею за себя торговаться. Я говорю, ну, без проблем, я умею за вас торговаться. Мне не стыдно, да, у меня нет этого чувства смущения, и мы делаем вместе контр-оффер, письмо, очень такое в палат-манере, естественно, все это там расписываем, какие-то тезисы, аспекты, почему доказательства, почему тебе стоит заплатить больше, да, почему именно такую сумму нужно, что мы провели ресерч, вот это все формулируем и отправляем как раз с бафером сверху, что они могут немножко не согласиться и снизить вниз. Да, обычно вот выторговываем где-то, ну, 10-20% мы точно выторговываем сверху от максималки, поэтому приходи ко мне в следующий раз. Здорово, в следующий раз я так и сделаю. Было страшно торговаться, скажу честно, потому что у меня уже были последние недели, я не знал, мне собирать чемоданы сейчас уезжать или нет, и я вообще не хотел добавлять себе риска потерять позицию из-за торга. Понимаю, да, очень тебя прекрасно понимаю, потому что здесь, знаешь, главное вот сейчас стабилизироваться, дальше уже, чтобы можно было расти. Классно, слушай, ну расскажи, что вообще было твоим успехом, успехом получения оффера, и вообще есть ли у тебя какие-то три секретных лайфхака, которые ты можешь поделиться? Да, давай попробуем. Наверное, я о них уже кратко упомянул там и сям, давай попробуем их собрать. Повторение мое ощущение, да? Да, да. Пойдем по воронке. Значит, сначала, поскольку мы теперь знаем, как сложно дойти до вообще первого интервью, первый ключ к успеху это взломать вот эту вот стену и добраться до разговора с HR. как референс. Наверное, вот это самое работающее для меня, по крайней мере. Референс, референс, референс. Искать людей просто в той компании, спрашивать по коллегам и так далее. Если вы можете скипнуть вот этот первый шаг, это, не знаю, наверное, 30% успеха, то, что дальше уже запускается процесс и от вас начинает, действительно, от вас начинает зависеть успех, добраться до конца. А второй момент это ходинг раунд. Ну, это действительно везде важный этап и он может быть совсем разным в разных компаниях в зависимости от должности, поэтому здесь с одной стороны нужно выстроить процесс подготовки системной, закрыть пробелы, если вы знаете свои пробелы, нарешивать там лид-код, если вы знаете, что будут спрашивать лид-код, попытаться угадывать тип задачи по типу продукта, в который вы идете, что если вам скажут, что, ну, будет что-то из реальной жизни, очень вероятно, что это будет что-то из их продукта. Третий секрет систем дизайн, если вот вы даетесь на старшего разработчика, да, потому что мне показалось, что это это этап, которому можно прямо подготовить ключ, если вы расширите себе скоуп вещей, о которых вы можете рассказать, тоже поделюсь там ресурсами, книжкой, этот раунд прекрасен тем, что можно очень много всего классного показать и дать понять, что вы знаете в ширину и в глубину. Это замечательно вас подаст, потому что именно это позволяет повысить грейд, то есть кодинг раунд это скажем так необходимо для того, чтобы пройти вообще и получить работу. Систем дизайн это возможность блеснуть и взять выше грейд и взять выше зарплату. Вот, поэтому нужно подготовиться и рассказать красиво по структуре. и, ну, наверное, четвертый ключик это, если говорить про воронку, четвертый ключик это все остальные раунды тут, пожалуй, решает внимательная и тщательная подготовка кейсов, чтобы прямо как из пулемета были сочные ответы на вопросы про классный проект, про то, где ты зафейлился, про то, что ты ценишь в коллегах и так далее, и так далее. Тут просто надо время потратить иметь в рукаве эти красивые ответы. Я в течение пары месяцев, пока сам отвечал на эти вопросы, очень сильно заполировал сам, как я об этом рассказываю. Я понял, что я вначале отвечал вообще неинтересно и некрасиво. Я говорил о каких-то сухих фактах, в конце рассказ был намного интереснее. Например, когда я уже говорил не только то, что я в стартапе руководил, а то, что мы сделали проект, который работает до сих пор в топовых отелях, вот прямо сегодня в мире, ну, это совсем другое отношение, нежели просто говорить, что, ну, я руководил проектом. Супер. Ну, получается, на самом деле, два таких основных столпа, это нетворкинг и подготовка. пожалуй, нетворкинг, подготовка, самопрезентация, в которой ты отличишься чем-то от других, запомнишься внятным красивым портфолио, фокусом на бизнес, на результат. Чему ты научился за этот период, за эти стрессовые три месяца? Давай попробуем просуммировать тоже. Ну, я понял, что рынок здесь совсем другой. Я понял его масштаб и сложности из-за этого масштаба. И иметь эту ментальную модель в голове полезно, то, что это вам поможет с ума не сойти, когда вы начнете получать эти автореджекты или вам не будут отвечать неделями. Это большой рынок, здесь дофига компаний, очень много вакансий, которые появляются каждый день, и это берется не так, что вы выбираете одну лучшую для себя компанию и пытаетесь ее получить, это берется какой-то выборкой побольше, статистикой и тактикой, чтобы не стучаться в лоб эти АТСки. Вот, то есть я понял, что это рынок, которому нужен свой подход. Второй момент, про Network еще раз, что в процессе всей вашей предыдущей карьеры очень ценно собирать кейсы, референсы, результаты, упаковывать их, красиво оформлять, собирать себе, не знаю, списочек классных штук, над которыми вы работали, и о которых потенциально можно было бы написать статью, выложить эту статью, это всегда будет ваш какой-то ассет, да, которым, которому можно будет вас судить. Вот, то есть ваш, так скажем, ваш опыт, это ваш ассет, нужно его оценить. Как сам опыт, так и людей. С людьми потом вы можете снова встретиться и поработать, они могут вам помочь, они могут вас пореферить, это обязательно нужно ценить. В конце концов, опять же, да, мы здесь для того, чтобы друг другу помогать, делать вместе классные штуки, это всем дает, это как бы симбиоз, это Винген. Вы не один самурай в поле. Чему еще научился? Ну, что важно отличиться от массы, да, чтобы показать себя выгодно, потому что все больше чат-жепети нам может написать красивых слов, у всех уже могут быть эти отполированные резюме, одинаково выглядящие с кейвордами, нужно как-то запомниться чем-то, тем, как ты говоришь, да, или тем, как ты подаешь свои кейсы, тем, как ты презентуешь результат своей работы, чем-то, наверное, не обязательно одним и тем же, нужно найти для себя какую-то отличительную способность и выгодно ее подать. Это, конечно, боль, да, я здесь подтвержу, одинаковые написанные в чате GPT резюме, это бич текущего времени, это прям, я вот всем всегда говорю, ребята, не используйте чат GPT для создания резюме, потому что таких, как вы, 90% кандидат, если не больше, поэтому, если вы не хотите, чтобы ваше резюме было очень посредственным, не используйте максимум проверка грамматики, да, но ни в коем случае ни перефразирование, ни составление там с нуля и так далее, напишите сами, прогоните, проверьте грамматику, ошибки, все, максимум, на что вы можете рассчитывать от чат GPT, больше вам его помощь не нужна, остальное, ваша внутренняя уникальность, потому что, к сожалению, при написании резюме с чатом GPT теряется как раз-таки вот эта уникальность, ее нет. А вы теряетесь, да. Вы теряетесь, вы становитесь такими же, как серая масса, и вас не отберут, скорее всего. Именно. Да. Ну, наверное, последний момент про то, чего научился, что надо фоном поддерживать всегда себя в форме для собеседований. Я вот, ну, пять лет вообще даже не думал о собеседованиях, и я был совершенно не готов к этому процессу. Добавило стресса и очень много работы. Прорешивать раз в неделю, там, не знаю, решать задачку литкода, что-нибудь повторять или просто продолжать читать системно книги, которые вам интересны, очень важно, потому что на дистанции это добавит вот столько. Да, да. Это, да, тоже отдельная тема, я всегда про нее говорю, что always open to work. Да, да. Не снимайте хотя бы скрытого бейджа open to work в вашем LinkedIn профиле, и всегда будьте открыты к входящим сообщениям, входящим вакансиям от рекрутеров, никогда не отказывайтесь, всегда поговорите, просто хотя бы ради практики потренироваться, никогда не будет лишним просто наладить вот этот хотя бы контакт. Я всегда, даже когда работала, я всегда с ними общалась, я говорила, извините, вот на данный момент я работаю, и меня все устраивает, но давайте будем на связи, давайте с вами обменяемся контактами, что-то изменится, мы с вами свяжемся. То есть вот никогда не теряйте вот этих вот контактов. Я за 8 лет жизни в США выставила огромную себе базу контактов среди рекрутеров и среди в целом коллег, просто потому, что всегда была открыта каким-то предложением. Да. Хорошо. Ну, давай, наверное, напоследок одна минута славы от Алекса. Что можешь пожелать людям, которые сейчас ищут работу? Терпение, не страдать и не переживать. Хоть вот у меня и не получилось совсем не переживать, но то, каков может быть рынок и какие могут быть ваши ожидания. Это может быть совершенно разными вещами. И будут молчать, будут отказывать, не отвечать по 3 недели. И это не потому, что вы плохой кандидат. Вот. Не надо принимать на свой счет. Таков рынок, таков процесс. Get used to it. Второй момент – это, что пожелать, быть системными. То есть, поскольку эта задача большая, нахрапом ее взять сложно, тяжело. Поэтому фоном следишь за потоком свежих вакансий, фоном натаскиваешь себя на эти лидкод-задачки. Так на дистанции у тебя будут все инструменты, чтобы и дойти до сабьеса, и пройти все эти раунды. Еще, наверное, могу пожелать изучать варианты. Потому что они есть разные. Визы есть разные. И вот я по мере того, как общаюсь со знакомыми, узнаю, что кто-то вообще сюда по F-визе приехал, там курсы английского, потом себе получил G, по-моему, визу, стажировку где-то, потом рабочую визу выбил. Кто-то сюда приехал и вообще сам себе ушку сделал. А вот перевезла компания, он сначала работал удаленно из Европы. Есть разные дорожки, лучше их понимать. вам может повезти с какой-то. Нужно готовым к этому быть. Особенно если вы уже целитесь сюда. От участия в лотерее до знания вообще ваших опций. Все полезно. Ну и желаю быть тактикой. Мы много говорили про тактику. если вдруг вы окажетесь подобной на мою ситуацию, что резко уволили и нужно быстро найти работу. Сразу готовите резюме, портфолио, референсы. Нужно иметь план. Я, наверное, месяц все равно находился в каком-то таком лимбо. То восстановиться пытался, то собраться, то резюме себе переписывал. Это было неэффективно. Если у вас времени мало, постройте сухой процесс, идите по нему, все получится. Последние моменты, наверное, такие. Быть честным, потому что будут спрашивать референсы, у вас будет много раундов, и если вы честно будете рассказывать про свой опыт, это будет видно, вы будете этим отличаться, вы себя сами не подставите. Это такое правило, которое мне всегда помогало в жизни. Отдыхайте обязательно и поддерживайте себя в этом процессе, а то можно убиться. Выходные оставьте себе, относитесь к этому поиску как к марафону, это реально долгий забег, и если не дышать, пока бежишь, можно далеко не добежать, до финиша можно не дойти. Это не спринт, поиск работы. Да, да, со всеми вещами согласна, под всеми тезисами подпишусь. Спасибо тебе, Алекс, большое. Если на самом деле вы находитесь сложной ситуации, я как раз предлагаю коучинговые программы, это когда можно хотя бы от меня отстучать какие-то вещи, структурировать, спланировать, то есть это то, чем я сейчас занимаюсь, помогаю ребятам, у которых в голове как-то структурировать, приоритизировать и понять направление. То есть мне кажется тоже важно не упускайте, не то, что не упускайте, не избегайте такой возможности, просто поговорить с кем-то, со своими профессиональными коучами, менторами, либо с кем-то друзьями, коллегами, партнерами, обстучите вообще свое состояние от кого-то, потому что когда вы находитесь в состоянии паники, ни к чему хорошему это не приводит. То есть у вас уходит энергия, а четкого такого хорошего плана у вас нет. Поэтому вы просто теряете время, поэтому обязательно найдите кого-то, кто вам сможет вас немножко в эти рамки загнать, привести, чтобы вы уже с такой чистой головой пошли и четко следовали процессу, особенно если ограниченное время, особенно если ограниченное время, прям каждый день он очень важен. Сто процентов, да, тоже в следующий раз или я рекомендую пожалуй обратиться к коучу, потому что взгляд со стороны он и поможет, и поддержит, и сразу ряд гроблей снимет. Я всегда беру, я всегда беру, и теперь я понимаю насколько это важно. Даже вот мне иногда важно, чтобы кто-то на мою ситуацию посмотрел со стороны. Как только я понимаю, что я взрываюсь, и я буксую, я понимаю, что я не могу выйти за рамки. Какие-то у меня есть ментальные барьеры, рамки, мне нужен кто-то, рядом со мной, который почелленджит меня, который посмотрит на мою проблему свежим взглядом, и это прям реально, это часто бывает, о боже, я об этом никогда не думала, я год в этом живу, и вот только сейчас у меня пришел вот этот инсайт. Я вот насколько понимаю, насколько это важно с кем-то делиться, поэтому у меня всегда есть какие-то люди, с которыми я общаюсь в тех или иных ситуациях. Спасибо тебе большое, Алекс, очень было вообще интересно послушать твою историю, я тебе желаю классной, продуктивной работы, чтобы она была долгой, чтобы у тебя не было стрессов и лейоуфов в ближайшие годы, как минимум, чтобы ты сам уходил, я рос по карьерной лестнице, обязательно помогай другим, мне понравилось, с чего ты начал, что мы все здесь для того, чтобы помогать, поэтому мой канал здесь для того, чтобы помогать, ты на моем канале, чтобы помогать, ты в соцсетях для того, чтобы помогать тоже, поэтому все ссылки на Алекса я оставлю в описании к этому видео, если хотите связаться, пожалуйста, вообще все-все-все приложу в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео у себя в соцсетях, делитесь со своими друзьями, с теми, кто сейчас ищет работу, приходите ко мне на коучинг и на карьерные консультации, резюме, LinkedIn, подготовка к собеседованиям, торги за офферы, всем этим я занимаюсь, и чем дольше я этим занимаюсь, тем больше я это люблю, поэтому все, я думаю, что на этом все, спасибо тебе, Алекс, большое, и всем, всем, кто смотрел. Спасибо. Все, пока-пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok